Привет, любимки! Вы слышите Алексея Халецкого, вышел патч к шестой циве, и время разобрать, что в нем нового. Ну, во-первых, две новых фичи. Выбор чудес природы, которые будут в партии. Кстати, довольно неочевидно это сделано. Заходите в настройки партии перед началом, и там кликаете на раздел чудеса природы, и уже там галочками отмечаете, с какими чудесами вы хотели бы сыграть. Если я ничего не путаю, то количество чудес природы в партии зависит от количества цивилизаций, в ней деленное на два. А количество цивилизаций от размера карты. Так, например, на самой большой 12 цивилизаций, соответственно, будет 6 чудес природы. Другая фича — это рандомные, случайные дерево технологий и дерево социальных политик. Мы вчера сыграли сетевую партию с этим режимом, и действительно стало... это становится интереснее. Правда, рекомендую его использовать уже опытным игрокам, потому что каждое ускорение технологии или социального политика открывает его вот в этом случайном дереве. Соответственно, если вы знаете, что ускоряет ту или иную технологию, вам будет проще открывать технологические деревья. Во всяком случае, мне сейчас уже не хочется играть с закрепленным деревом технологий или социальных политик, а вот с таким рандомным намного интереснее. Дальше всякие улучшения и изменения баланса, причем очень важные и давно напрашивающиеся. Самое главное — изменили довольство в городах. Во-первых, теперь, когда вы основываете город, в нем сразу минус одно довольство, кроме столицы, потому что там довольство дает дворец. При этом изменены уровни довольства в городе. Как раньше было, два — это счастливые, три — экстаз. И, собственно, выше тройки довольствие развивать в каждом городе не имело смысла, потому что больше вы бонусов не получите никаких. Теперь же, от минус одного до плюс двух — это удовлетворение, которое не дает никаких бонусов, но и никаких штрафов. От трех до четырех — это счастье, плюс пять процентов к выработке всех ресурсов городом. И от пяти — экстаз, плюс десять процентов к выработке всех ресурсов. То есть теперь становится сложнее сделать города счастливыми, что верно, потому что до этого проблема была всегда именно в жилье, а не в счастье. Но что еще важнее — увеличили штрафы за несчастье. Правда, несчастье и достичь становится сложнее, потому что он начинается с минус двух, а не с минус одного, как раньше. Итак, недовольные от минус трех до минус двух, при этом штраф к выработке всех ресурсов городом становится 10%, а не 5%, как раньше. То есть если у вас город недоволен и вырабатывает, предположим, 100 производства, то в таком состоянии он будет вырабатывать 90 производств, потому что минус 10%. Далее, от минус 4 до минус 5 несчастливы, это 20% штрафа, от минус 6 до минус 7 волнения или беспорядки, это 30% штрафа, но правда так и было. И, наконец, революция от минус 8, это минус 40% штрафа, было, кстати, 60%, то есть они тут уменьшили штраф, но проблема в том, что при революциях у вас еще и начинают появляться всякие партизаны, которые вам гадят. Так что до революции лучше не доводить, и тем более раньше революция наступала раньше, по-моему, с минус 5, если я ничего не путаю. И сыграв партию, могу сказать, что действительно, во-первых, стало намного сложнее делать ваш город счастливым, ну и, соответственно, меньше бонусов вы будете получать. Тут надо уже думать о том, чтобы городов чуть поменьше ставить, ну, с этим еще надо разбираться, но это важное изменение, и это давно надо было сделать в 6 циве. Дальше, театральные площади теперь получают плюс 1 за соседство с развлекательными комплексами, либо с аквапарками. В правительственной площади часовня великого магистра, к прочим своим бонусам, еще и будет давать плюс 5 веры в ход, а в Министерстве иностранных дел плюс 3 дипломатических очка в ход. Каждый новый натуралист теперь будет стоить на 100 веры больше. Раньше он стоил 600 веры, независимо от количества, которые вы купили. В информацию об улучшениях районах и территории добавлена статистика по престижу. То есть, зайдя в Цивлопедию, например, вы сможете увидеть, что шахты снижают престиж, когда построены. Раньше это, конечно, мистически скрытая информация была. Леса и джунгли теперь горят дольше. Ну и всякие мелкие изменения, там, в режиме апокалипсиса чуть меньше извержений происходят, улучшенный местами искусственный интеллект слегка, естественно. Какие-то там полировки интерфейса, исправили некоторые вылеты. Ну, в общем, это все мелочь. А так, в принципе, вот эти добавления важные, на которых я остановился, это, конечно, хорошо. Правда, опять же, сыграв на карте, я все еще считаю, что самая большая проблема с той Цивлой, это не очень качественная генерация самой карты. Это все еще править и править. Но в целом, этот патч движение в правильном направлении. Ваши впечатления жду в комментариях. И на этом все. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.